Самый почитаемый болгарами святой, их небесный покровитель Иоанн Рыльский, родился в 876 году на берегах реки Стругль. Уже в отрочестве он начал творить чудеса, а впоследствии постригся в монахи и несколько десятков лет жил в пещере в Рыльских горах, питаясь одними бобами и творя чудеса. Исцеляя больных и стражущих. С годами около его пещеры начали селиться другие монахи, и вскоре ими был построен монастырь, который впоследствии сыграл огромную роль в сохранении христианской религии и самой Болгарии. Рыльский монастырь – жемчужина Болгарии, привлекающих к себе тысячи паломников и туристов. Чешуме Иоанна Рыльского находится в одном из знаковых мест города Созополь, у крепостных ворот, пройдя через которые можно полюбоваться красивыми древними скалами. А прямо напротив располагается остров Святого Ивана, где в IX-X веке был монастырь, в который приезжали отдыхать и помолиться византийские монахи. И куда после захвата турками Константинополя в XV веке были перевезены мощи Иоанна Крестителя, которые хранились в Софийском соборе. В XVII веке монастырь был разрушен турками, а мощи спрятаны под алтарем одной из церквей и обнаружены при археологических раскопках в 2010 году. Мозаичные изображения Иоанна Рыльского мы увидим над входом в храм, а также на центральной иконе, расположенной в Шишолге. В Параклесе нет изображения апостолов, а Богоматерь и сам Христос представлены маленькими иконами. На стенах же изображены самые почитаемые болгарами святые. Святая Петка и Святая Марина Святой Кирилл и Миходий А вот картина встречи царя Петра и Иоанна Рыльского, когда царь Петр просил его уйти из отшельников в мир. Но Рыльский не согласился. Вот Кирилл Ахридский, Георгий Побиноносец, Святой Петр. А рядом с Иоанном Рыльским изображены иконы его предшественников, Святых Целителей, Казьмы и Дамиана. А рядом болгарские цари, которые были возведены в рамк святых. А мощи самого Святого Иоанна Рыльского хранятся в главной церкви Рыльского монастыря, привлекая к себе тысячи паломников. Субтитры создавал DimaTorzok